И так, меня зовут Андрей Куприенко. Сегодня мы с вами поговорим, и вот здесь получилось так вот неожиданно продолжение того вопроса, который был задан Борису, то есть о том, что все-таки безлюдное производство – это то производство, которое все-таки у нас наступает. И этап вот этого последнего года, он нам показывает, что более и более становятся востребованными именно тех технологий, которые позволяют не то же сократить людей, убрать людей с производства, а немножко, как Борис правильно говорил, перенацелить, то есть немножко изменить ту парадигму, в которой работают эти люди. Если говорить коротко о компании Amron, то компания Amron присутствует на рынке уже более 80 лет. В 1933 году компания была образована в Японии. Как и многие иностранные компании, компания имеет несколько направлений бизнеса, самым популярным из которых, имеющих самый большой объем, является направление именно промышленной автоматизации. Это составляет более 40% от объема всего бизнеса компании. И вот в области промышленной автоматизации Amron производит достаточно большой перечень продукции, начиная от простого датчика, но если говорить о таких вот более интеллектуальных вещах, то все вот эти вот элементы можно свести и разбить на несколько групп продукции, связанных с решением задач по управлению какими-то технологическими процессами, управлению движением внутри этих процессов, а также те популярные направления, которые в последнее время набирают свои обороты. Это такое направление, как роботизация, то есть замена нудного, скажем так, либо опасного труда, который раньше выполнял человек и возлагая их на плечи таких достаточно производительных устройств, называемых роботами. Это задачи, связанные с зрением, с техническим зрением. Ну и, конечно же, при этом, хоть мы и говорим о безлюдных производствах, полностью убрать человека с производства не получится, поэтому все-таки направление, связанное с обеспечением безопасности, то есть созданием условий безопасного труда человека внутри вот такой вот накосферы, то есть это одно из направлений. Ну и плюс ко всему вся остальная инфраструктура, связанная с необходимым обеспечением питания, допустим, те же самые датчики и так далее. Вот это все, что выпускает компания Амрон и использует все вот эти вот компоненты в области именно промышленной автоматизации. Если говорить о вот такой вот обобщенной какой-то производственной линии, то здесь, да, вы видите, что человек все-таки присутствует, но человек здесь присутствует уже не как участник непосредственно самого производственного процесса, а больше как наблюдатель, как человек, который наблюдает за процессом, может быть, благодаря своим экспертным знаниям, может вносить улучшения в этот производственный процесс, вот, а все остальные, все остальные функции начинают уже выполняться, соответственно, без участия человека. То есть это те компоненты, которые отвечают за управление работой своих машин, компоненты, которые осуществляют движение, то есть перемещение продуктов, допустим, по конвейерным линиям. Глаз человека заменяют такие устройства, которые могут осуществлять контроль качества выпускаемой продукции, либо осуществлять функции прослеживаемости этой продукции. Ну, и вы все знаете, сейчас, допустим, у нас очень активно развивается система, национальная система цифровой маркировки, когда уже сейчас в молочной отрасли, да, то есть когда каждая единица, выпуская молочные продукции, кодируется своей какой-то информацией уникальной, да, то есть при каждой единице продукции присваивается цифровой код, и нам нужно получать информацию о том, какая продукция по этим цифровым кодам была произведена. Непосредственную работу внутри каких-то производственных линий или машин выполняется у нас уже с помощью роботов различной конструкции с различными характеристиками. Как только появляются роботами, возникают вопросы, связанные с безопасностью. Ну, вот, собственно говоря, весь перечень вот этих вопросов, которые находятся на уровне производственной автоматизации, закрываются с помощью оборудования, то, которое выпускается компанией Amron Electronics. При этом все оборудование обладает функцией интерактивности, и вот Борис в своем выступлении приводил пример, когда спортфон в руках, допустим, какого-то оператора позволяет решать все вопросы, связанные с работой оборудования, с ее диагностикой, там, настройкой и так далее. Вот, то есть поэтому наше оборудование достаточно интерактивно, оно позволяет устанавливать достаточно простые способы коммуникации между человеком и этим оборудованием. Оборудование обладает функциями интеллектуальности, те же самые алгоритмы искусственного интеллекта, они уже сейчас работают не только на уровне, допустим, предприятия, планирования производства и так далее, а вот приходят на так называемый граничный уровень, когда тот же самый алгоритм искусственного интеллекта на уровне управления позволяет более глубоко диагностировать состояние какой-то машины, какой-то единицы оборудования, вот, и вовремя реагировать на изменившиеся ситуации. Все оборудование интегративное между собой, то есть вот такая концепция, когда оборудование интерактивное, интеллектуально-интерактивное, внутри компании Amron, называется i-automation, то есть это тот, скажем так, то наше направление, в котором мы двигаемся с точки зрения дальнейшего развития производства. Но если теперь более подробно останавливаться на тех технических решениях, которые действительно в последнее время получили наибольшее распространение, я бы хотел остановиться на двух компонентах, перечисленных вот на этом слайде. И первый из них – это, конечно же, коллаборативные роботы. Но наверняка многие из присутствующих здесь уже имеют опыт использования роботов и даже коллаборативных роботов. Коллаборативный робот – это сокращение от двух слов – коллаборативный робот или кобот. То есть относительно недавно такое устройство было представлено на рынке, но последние годы показывают достаточно хорошую динамику своего развития. И действительно люди начинают стараться внедрять такие устройства на своих предприятиях. Причем, если говорить по классу предприятий, на которых прежде всего эти внедрения этих роботов имеют наибольший экономический эффект, я бы сказал, что это предприятие, как называется, не массового производства, а именно средней-средней производительности. Они обладают, коллаборативные роботы по отношению к промышленным роботам, обладают целым набором преимуществ. То есть это и быстрая настройка, и отсутствие специалистов такого глубокого уровня, потому что действительно работа коллаборативного робота может настроить любой человек. Эти устройства могут гибко перемещаться для решения разных задач. Устройства достаточно компактные, при этом можем экономить время. Позволяет работать в среде, где работает человек, и обладает более высокой окупаемостью по сравнению с внедрением традиционных роботов. Что представляют из себя коллаборативные роботы, которые выпускаются в компании Amron? Ну, здесь можно выделить три составляющие внутри вот такой системы коллаборативного робота. Это, прежде всего, мозг, то есть та система управления, в которой мы задаем программу, по которой в дальнейшем будет работать наша рука. Рука – это вторая часть, это, собственно говоря, сама механическая часть коллаборативного робота. Вот так вот сейчас делаю, да? Вот это вот сама механика. И такая конфигурация и конструкция, она характерна для достаточно большого количества производителей. Что же все-таки отличает нашего коллаборативного робота? Это еще один компонент, который есть непосредственно внутри самого робота. Это так называемый глаз. Это встроенная система технического зрения. То есть это камера, которая размещается непосредственно на фланце нашего коллаборативного робота. С помощью вот этой встроенной системы технического зрения мы можем уже выполнять те функции, которые сейчас на производстве выполняет человек с помощью своей класса. То есть это мы можем считывать, ну и даже более того, да, то есть мы можем считывать информацию, содержащуюся в каких-то кодах, это и штрих-коды, либо двумерные коды. Например, когда мы комплектуем некий заказ, нам нужно убедиться в правильности того компонента, который мы будем куда-то укладывать. Мы можем рассматривать форму цвета, то есть делать, например, укладку разных изделий в разные лотки. Ну, а также нам уже нет необходимости с использованием технического зрения сделать такие системы механического ориентирования продукта, потому что всегда с помощью вот этого глаза мы можем узнать текущие координаты того продукта, чтобы правильно его взять, захватить, как бы установить куда-то там, либо же определить какую-то траекторию движения исполнительного органа, который закреплен на фланце нашего тогда коллаборативного устройства. То есть он отличается, прежде всего, именно наличием такого дополнительного компонента, хотя есть модель, в которой их и нет. Вот. Кроме того, ну, нужно сказать, что, как я уже сказал ранее, не требуется привлечение дополнительных специалистов. Действительно, этого коллаборативного робота легко обучать. Для этого, ну, два здесь фактора присутствуют. Первый фактор то, что мы можем с помощью кнопок управления растормаживать, скажем так, все суставы нашего робота и руками приводить захватный, допустим, механизм в необходимую точку и запоминать расположение, позицию данного робота, для того, чтобы потом в программ, когда мы запускаем робота в программе, то есть он уже у нас в программе начинает эти точки отрабатывать. Мы можем задавать точки, можем задавать траектории движения, то есть это так называемый режим ручного обучения, когда мы просто показываем роботу очень легко, как он должен работать в дальнейшем. Как только мы это делаем, следующий элемент у нас автоматически, начинает создаваться программа, а программа сама выглядит в виде вот такого простого алгоритма, когда наш робот начинает вот по точкам отрабатывать те движения, которые человек создал ему вручную. Ну и вот на данном слайдике я бы хотел показать, как это действительно работает живую, то есть это здесь на данном примерчике показан, на данном видео будет показан пример, когда буквально за одну минуту происходит обучение робота на выполнение самой простой, ну тривиальной задачи, это задача pick and place, то есть взять предмет из одного места, уложить предмет в другое место. Вот здесь сказано, что действительно это составляет достаточно немного времени. Ну вот, собственно говоря, вы видите, что к коллаборативному роботу подходит какой-то человек и начинает перемещать рабочий орган коллаборативного робота в необходимой позиции. Нажимая на кнопку, вы видите, что вот здесь внизу начинает формироваться такой вот алгоритм. То есть в этом алгоритме происходит то, что робот запоминает точки, которые в дальнейшем он должен будет отработать уже в режиме автоматической работы. Извиняюсь, я тут нажал на кнопочку и у меня перескочило видео, продолжим. Вот, ну то есть прошло, прошел режим обучения, была запущена программа и вот уже в своей программе робот начинает движение по заданным точкам, по заданной траектории. При всем при этом вы видите, что он работает совместно с человеком, то есть он не имеет никаких ограждений и вот видите, человек просто к нему прикатывался руками, то есть робот определил, что было касание человеком и он просто-напросто остановил свою работу, то есть не принося человеку никакого вреда. Система технического зрения. Как я уже сказал, что это глаз, который может у нас выполнять разные функции по распознаванию объектов, по определению координат объектов, а также есть здесь такая достаточно полезная уже функция, которая позволяет адаптироваться роботу под какой-то предмет, либо под какое-то изменивающее состояние. Ну вот самый простой пример, вы видите, что здесь робот берет кубики и перекладывает их с одной части пластины на другую, но при этом пластина, она постоянно меняет свою конфигурацию, свою ориентацию в пространстве, да, то есть видите, появляются какие-то наклоны в одну, в другую сторону, может быть изменения там по глубинам и всему остальному, но при всем при этом считывая вот такую вот так называемую марку, да, то есть которая находится в средней части нашей пластины, робот реагирует на изменения вот этой вот изменяющей обстановки, и поэтому, собственно говоря, теперь ему не важно, как он будет размещаться в пространстве, он всегда компенсирует свою позицию либо позицию объекта с помощью вот этой вот системы дополнительной калибровки, что ли, оптической калибровки к изменяемой обстановке, в которой он будет работать. Так, я уже сказал, что коллаборативный робот, он может работать в совместной среде вместе с человеком, для этого существуют специальные мастера для настройки ограничения его моментов и скорости взаимодействия, ну и вот опять-таки несколько видеопримеров, когда в данном случае робот, допустим, работает внутри какой-то безопасной зоны на максимальной производительности, если роботу необходимо переместиться за пределы этой зоны, то он автоматически переходит в коллаборативный режим, то есть, видите, начинает работать более медленно, то есть это говорит о том, что сейчас, вот, производя операцию загрузки-выгрузки, например, да, то есть если вдруг в этой зоне окажется человек, то есть человек в этом случае не пострадает. Второй пример, как я говорю, это войти в клетку со львом, да, то есть здесь, смотрите, вот робот работает без участия человека, и вдруг человек захотел зайти в опасную зону, и вот вы видите, что сейчас он, коллаборативный робот, переходит в коллаборативный режим, замедляет свои движения, то есть ограничивает момент, ограничивает скорость, вот, при этом, видите, даже человек может спокойно остановить, опять-таки, этого робота, но здесь мы уже такие функции достигаем именно за счет того, что используют дополнительные технические средства, то есть, если вы могли заметить, вот те желтые устройства, расположенные по краям, ограничивающие опасную зону работы робота, да, то есть это вот именно дополнительные сканеры безопасности. 12 моделек таких роботов у нас существует, которые отличаются величиной рабочей зоны и грузоподъемность, да, грузоподъемность здесь максимальная до 14 килограмм, это, в общем-то, немного, но на каких-то основных задачах, то есть этой грузоподъемности робота вполне бывает достаточно. Какие это могут быть задачи? Ну, такие популярные задачи, как обслуживание станков, когда, допустим, коллаборативный робот может осуществлять операции загрузки, выгрузки изделий, заготовок, станок, соответственно, изделий из станка, при этом может перемещаться между несколькими станками, вот, либо может быть установлен внутри какого-то станка, здесь тоже какой-то такой видеопример показан здесь, да, то есть здесь робот, вы даже как бы его не узнаете, потому что здесь он закрыт именно уже какими-то дополнительными защитными кофрами, да, такими чулками, рукавами, да, потому что внутри станка у нас присутствует какая-то охлаждающая жидкость. Это сборочные операции, то есть когда, допустим, он либо сам может собирать какие-то изделия, либо, допустим, он помогает человеку в сборе этих изделий, вернее, в укладке этих изделий, какую-то коробку, да. Это упаковочные операции, те самые функции, допустим, палитирования, когда продукция, загруженная в какой-то короб, уже собирается на транспортную палету, вот, это операции, допустим, по сварке, пайке, закручиванию, то есть нанесению клеев, герметиков, вот, ну и это так называемые инспекционные машины. Второй элемент, о котором тоже хотелось бы поговорить, это мобильные роботы, то есть это те устройства, которые позволяют у нас улучшать традиционную логистику, которая существует на традиционных предприятиях, да, то есть в настоящее время, ну, так называемые популярные, да, то есть способы логистические, это, ну, доставка грузов либо на конвейеры, то есть, ну, на конвейеры персонал должен этот груз будет установить, либо переноска грузов вручную, с помощью тележек, с помощью бусировщиков, либо с помощью вилочных погрузчиков. При всем при этом возникают логистические проблемы традиционные, да, то есть это формирование избыточных запасов непосредственно на производственных линиях, это различные логистические ошибки, связанные с тем, что человек может взять не тот груз, перевезти его не в то место, транспортные средства, управляемые человеком, подвержены авариям, так или иначе, персонал может получать усталость и травмироваться, грузы при перемещении могут у нас повреждаться, либо теряться, квалифицированный персонал, выполняя операции перемещения, собственно говоря, тратит на это свое дорогое время, вот, на производствах существует ограниченное пространство, и когда, допустим, возникают сезонные пики, то есть запас производственных мощностей может не хватать. Для того, чтобы реализовать вот эти все проблемы, существуют такие вот класс устройств, которые называются автономные мобильные роботы, то есть они как раз-таки предназначены для того, чтобы значительно улучшить именно производственную логистику внутри предприятия. Они увеличивают пропускную способность, устраняют ошибки и улучшают прослеживание материала. Для навигации этих роботов, для того, чтобы они двигались по производственной площадке, используются, собственно говоря, элементы самой производственной площадки, и ее модификация не требуется, то есть не нужно, допустим, никаким образом размечать предварительно путь движения мобильных роботов, не нужно каким-то образом переставлять технологическое оборудование. Все, что нам нужно, это просто-напросто сделать так, чтобы робот отсканировал карту того пространства, в котором он в дальнейшем будет работать. Дальше на этой карте мы просто наносим те точки, в которых он должен получать груз, и те точки, в которых он должен груз отдавать. Роботы всегда двигаются по оптимальной траектории, то есть по кратчайшей траектории. Если на пути следования робота встречается препятствие, он будет его объезжать с соблюдением всех безопасных расстояний. Ну и опять-таки это устройство полностью коллаборативное, то есть оно может работать в единой среде, в среде, в которой работает также и человек. По модельному ряду, опять-таки, существуют модельки, начиная от грузоподъемности, от 60 кг до 1500 кг. При этом по скорости движения, максимальная скорость движения может составлять 1,8 метра в секунду, то есть достаточно такое резвое устройство. И по соотношению времени работы к времени заряда, то есть 13 часов работы и 3,5 часа времени заряда, за исключением последней модельки на 1,5 тонны, модель на 1,5 тонны, она имеет функцию быстрой зарядки, когда полный заряд достигается за 40 минут. На вот такие вот платформы дальше с помощью интеграторов либо каких-то инженеров, наших партнеров, выполняется это называемое кастомизированное решение, то есть непосредственно на мобильного робота устанавливаться могут какие-то конвейеры роликовые, либо ленточные конвейеры, либо это могут быть какие-то подъемные лифты, то есть конвейеры подъемные, которые имеют еще координаты по высоте подъема, либо же строится логистика и перемещение грузов осуществляется на таких вот дополнительных логистических тележках. Конкретный выбор решения уже зависит от конкретной ситуации, которая существует на конкретном предприятии. Такое вот универсальное решение – это когда мы берем нашего коллаборативного робота, устанавливаем его на нашего мобильного робота и получаем такое устройство, которое называется мобильный манипулятор, ну или МОМО, так называемое устройство. То есть здесь смотрите, что получается. Получается, что это уже наиболее приближенное устройство к человеку, потому что, по сути дела, оно может перемещаться, то есть у него есть ноги, у него есть мозг, даже можно сказать, что два мозга, то есть мозг, управляемый рукой, и мозг, который управляет ногами, у него есть рука и у него есть глаз. То есть вот такое комплексное устройство, которое позволяет не только осуществлять логистику, а еще и осуществлять интеллектуальную загрузку, разгрузку, либо то же самое обслуживание станков, либо сборку каких-то изделий на разных участках. Таким образом, мы с использованием мобильных роботов обеспечиваем доставку грузов по запросу, нам нет необходимости резервировать производственные площади под хранение каких-то материальных запасов. То есть ошибки исключаются, потому что, например, вверху у нас работает какая-то система планирования производства либо система планирования склада, она дает команду робота, куда его приехать, куда ему этот груз отвезти. То есть, опять-таки, человеческий фактор устраняем. Ноль аварий, то есть роботы могут двигаться в единой среде, не создавая препятствий для движения других средств и не сталкиваясь между собой. В операциях разгрузки, разгрузки человек не участвует, поэтому нет его травмирования, нет усталости персонала. Товары при транспортировке не повреждаются. Операторы не освобождаются от выполнения, квалифицированные рабочие освобождаются от выполнения квалифицированных задач. Дальше мы видим, что через узкие пространства они могут проходить, потому что действительно обладают не то чтобы компактными размерами, но размерами, которые позволяют проходить их в узких пространствах между технологическим оборудованием. И путем вот такой гибкой логистики мы можем очень легко восполнять те задачи производства, то есть связанные с производительностью, например, обработка тех же самых сезонных пиков, то есть путем гибкого перестроения логистики на предприятии. Точно так же мы можем говорить о том, что существуют решения, позволяющие управлять не одним роботом, а целой флотилией, гибко распределяя задания между ними, управляемые движения создавая, управление трафиком. Автоматические обновления позволяют минимизировать время безогласной работы, управление зарядом точно так же. Ну и гибкость нам говорит о том, что очень легко данные устройства интегрировались с IT-системами, и мы можем обучать нашу систему, администрировать навыки, то есть учитывая то, какая нагрузка есть на нашем роботе мобильном, то есть управлять их задачей. Ну и вот если говорить об управлении флотилией, то вот здесь тоже такой вот видеошот сказан, что вот у нас есть некая склад, на котором мобильные роботы, отображаемые детальщики, получают некий комплект, комплект исходных заготовочек, то есть эти исходные заготовки должны быть переведены на какую-то сборочную и производственную линию, то есть вы видите, что вот у нас один робот сейчас был выделен, он получает задание какое-то, может приезжать в разные точки, получать груз в разных точках и перевозить заданный груз в нужные участки сборочной линии. Где эти роботы могут быть использованы? В различных совершенно отраслях, автомобилестроение, фармацевтика, продукты питания, электроника. Есть достаточно большое количество применений, которые также можете найти на YouTube, ну вот два из них я просто покажу, для меня показательные. Первое это, допустим, фабрика Skoda, здесь для меня показательные, потому что вот вы видите, что робот делает до 120 перемещений за смену, при этом проходя пусть в 35 километров, да, то есть, ну, смотрите, при этом как бы груз, который он перевозит, достаточно такой нетяжелый, и при использовании человеческого труда, это был бы человек, который бы просто брал эту тележку и вез бы вот эти вот изделия, ну, это просто изделия, которые со сборочной линии отправляются на участок тестирования, электронные компоненты, да, то есть, ну, и заставить человека пройти 35 километров, например, за одну смену, то есть, сколько смен у вас отработает здесь, делает мобильный робот, делает постоянно на протяжении всей своей рабочей смены. Вот, ну и второй такой, тоже показательный пример, то есть, это вот фабрика действительно производства смесителей для кухни и ванной, здесь просто выдержка, вырезка из такого большого достаточно интервью, то есть, в котором ЦО, да, то есть, фабрики объясняет о том, насколько вот применение мобильных роботов позволяло повысить производительность, улучшить условия труда рабочих и так далее, то есть, тоже достаточно интересно такое интервью. Но, подводя итог моего выступления, можно говорить о том, что мы действительно идем в область фабрик будущего, и мы идем именно в параде перехода вот от таких жестких конвейерных линий к переходу и организации производства, вытягивающего производства в виде вот таких вот гибких производственных линий, когда внутри этих линий работает, не работает человек, логистику выполняет тоже не человек, а человек при этом выполняет функции наблюдения, анализа информации, внесения каких-то, допустим, улучшений в улучшение качества производственного процесса. Спасибо большое, на этом я хотел бы закончить. Андрей, у нас есть вопросы, интересуются наши участники. Андрей, подскажите, пожалуйста, а ваши каботы могут выполнять технологические операции, например, шлифование, зачистку? Да, конечно, для этого просто кабот оснащается, ну, то есть, сам по себе коллаборативный робот, это устройство, которое оснащается либо захватным механизмом, либо каким-то другим исполнительным механизмом. Это может быть и устройство для нанесения шлифовки на какие-то даже трудные поверхности, то есть, ряд технических средств, которые устанавливаются на кабота, позволяет выполнять эти функции. Еще один вопрос интересуются наши участники. Видимо, для работы таких роботов нужна особая чистота в помещении? Это вопрос был про мобильные роботы. Конечно же, существуют требования к поверхности полов, а они должны быть чистые, без развитых жидкостей. Но, вы знаете, как бы, ну, я очень много имею каких-то командировок, именно связанных с поездкой на наше предприятие, и все больше и больше предприятий действительно подходят под эти критерии, и вот на таких предприятиях эти роботы могут спокойно быть использованы. Конечно, если речь идет о старых предприятиях, то при этом для использования этих роботов, конечно же, нужно будет первое, что сделать, навести порядок именно с поверхностями, на которых роботы должны перемещаться. Интересуются участники в России, где применяются ваши роботы? Что говорить про Россию? Да, то есть здесь два примера, которые показывали, связанные со странами. Значит, в России наши роботы применяются не так много где, но это отрасли, связанные с металлообработкой, области, связанные с полиотермопластоматов. Ну, и также у нас есть такое интересное применение, офисное применение, когда мобильный робот занимается развозкой документацией по разным кабинетам внутри офисного здания. Не хотят вас отпускать наши участники, спрашивают, могут ли два или более робота кооперироваться, допустим, для перемещения негабаритных длинномерных объектов? Нет, нет, нет. Здесь у нас отдельные роботы, они между собой не стыкуются, то есть отдельный робот работает как отдельная производственная единица. И еще один вопрос, каков порядок цен на коботов? Ну, смотрите, опять-таки, порядок цен на коботов, я бы так вот сказал бы осторожно, от 2 миллионов рублей. И интересуется такой тоже сходный вопрос, сколько средний срок окупаемости подобных роботов? Каких именно? Ну, я полагаю, о коботах идет речь. Смотрите, я здесь всегда привожу такой пример про срок окупаемости. Значит, на одном из предприятий, правда, в Германии, да, то есть стояла дилемма, либо закупить дополнительный вилочный погрузчик для мобильной, ну, то есть для того, чтобы грузы привозить. Ну, то есть вилочные погрузчики, это, в принципе, понятно для всех устройств, да, то есть понятно, как они функционируют, и что для этого нужно. Либо же поставить как бы самого нашего большого мобильного робота, полуторатонного, оснащенного, как раз-таки, опять-таки, вилочно-загрузочным-разгрузочным устройством, то есть которое было работало без человека. Ну, вот немцы, они достаточно скрупулезные люди, и мне что понравилось, они сумели посчитать не только вот то, как мы любим считать. Ага, там зарплата, допустим, у нас водителя-погрузчика, там, 20 тысяч рублей, стоимость там робота, не знаю, там, 20 миллионов рублей, то есть он у меня будет купаться 100 лет, да. То есть неправильно совершенно, потому что они смогли посчитать именно те потери, связанные именно с одним и другим решением. И вот в результате они остановились на покупке мобильного робота. При начальной инвестиции в 10 раз больше, чем стоимость погрузчика, они получили срок купаемости 0,9 года. Для меня это был достаточно показательный пример. Да, это очень короткий срок. И последний вопрос интересуются наши участники. Пожалуйста, подскажите, всегда ли нужно проводить оценку безопасности на предприятии при роботизации, и делает ли это Амрон? Да, эта процедура называется оценка рисков. И, конечно же, это должна быть неотъемлемая часть любой процедуры, связанной с установкой роботов. Хотя, как показывает опыт, к сожалению, наш российский не всегда предприятие понимает, зачем это нужно, и старается на этом вещи экономить. Но мое личное мнение, на безопасность экономить нельзя. И эту процедуру нужно всегда делать, и Амрон это дело проводит. Еще один вопрос, но он скорее уже не о роботах, а об общей ситуации с роботизацией. Интересуется наш участник. Как так получилось, что мы резко отстали от запахных стран по роботизации? Ну, что сказать по этому поводу? Да, такое, к сожалению, получилось, потому что, если вы знаете, что есть такой коэффициент, как называется, роботизации общей, то есть когда, я не помню, как он правильно называется, да, действительно, мы находимся на уровне стран третьего мира и стараемся этот вопрос, конечно же, наверстывать. Ну, я думаю, что нет ничего невозможного, и в конечном итоге мы выйдем на средний показатель, а средний показатель составляет примерно 100 роботов на 10 тысяч работающего населения.